Девушки отдыхают Насколько тяжело или легко Наши кинотеатры пережили Вот эти карантинные меры Когда планируют открыться Я бы сказала, что, наверное, еще не пережили Они еще не пережили, совершенно верно Но сейчас уже в каком-то формате Я так понимаю, что готовятся к открытию Пока кинотеатры закрыты До 15 июля Что будет дальше, не очень понятно Ну и придут к нам представители Левятской филармонии Они ушли в онлайн То есть та история с карантином, которая случилась Она филармонию Некоторым образом сподвигла на то, чтобы Начать проводить онлайн-концерты Вот, сейчас они готовятся К новому сезону, насколько я понимаю Пока надеются в реальном Таком режиме начать работать с августа Это все будет после 12 часов Сейчас будем говорить о том Что происходит за окном Потому что у нас В офисе, у нас в студии работает Кондиционер и здесь, по крайней мере, можно жить На улице, конечно, если ты выходишь на улицу Особенно из магазина, где есть кондиционер Ты понимаешь, что там парилка И мы все видим Вот эти вот фотографии в социальных сетях С месту отдыха, да Кировчан, пригородных мест отдыха Огромное количество отдыхающих в Юркин парке Там просто киш-миш Как сказал наш вчерашний гость Константин Сичихин В бассейне народу, как, не знаю Там в консервной банке с кильками, да Вот только головы торчат из воды И все Я ехала позавчера через Новый мост Возле Нового моста Практически негде приткнуться на обочине То есть там все заставлено машинами Народ купается активно На пляжах соблюдают вот эту вот Социальную дистанцию, которую рекомендовал Соблюдать Роспотребный дзон? Я, честно говоря, не уверена Как ты себе это представляешь? Ну, то есть, если пляж достаточно большой Как пляж, например, возле Старого моста Там еще можно это представить Если берег маленький, то как? Не знаю Не ходить Ну, в общем, слушатели, мы приглашаем к беседе и вас Вы можете позвонить в прямой эфир Наш телефон 211-101 Расскажите, как вы переносите жару Пришлось ли вам изменить, возможно, какие-то свои планы Перенести свои дела из-за того, что Плохо думается и живется при 30-градусных температурах Также вы можете нам написать 8909-720-101-0 Либо в Азап, либо в Вайбер Если вам есть что сказать по этой теме Пожалуйста, пишите Да, мы будем зачитывать Ну и в целом я бы все-таки призвала звонить Не только тех, кто как-то, не знаю, там Страдает и переживает из-за этой жары Но и тех, кто радуется тоже Ну да, кому-то нравится, возможно Потому что не так часто у нас бывает настоящее лето И это как раз такое время, когда можно походить в сарафане, в босоножках Наконец-то выколить свой летний гардероб Походить в сарафане, в принципе, можно и в плюс 23, замечательно Для этого не обязательно 33 Даже недовольна жарой, я смотрю, да? Да, я очень плохо переживаю жару Ты северный человек, из республики Коми дашь Да, суть даже не в этом Не знаю, не в этом Просто вот это вот, когда вот все жарко И мне даже думается хуже Я сегодня ехала в автобусе Я езжу всегда в наушниках, слушаю музыку Я на какой-то момент поймала себя на том, что я даже не вслушиваюсь Что у меня там играет Вот у меня вот это вот тоннельное зрение Я просто ни о чем не думаю, я еду И, кажется, все резервы организма уходят на то, чтобы не заработать тепловой удар Понятно Елена Камягина с нами на связи Инспектор отдела по делам несовершеннолетних у МВД России по Кировской области Если я верно понимаю Елена Николаевна, добрый день Здравствуйте Да, здравствуйте Мы уже заговорили о том, что сейчас очень много народу стремится к водоемам каким-то образом Те, кто может себе позволить сделать это днем, делают это днем Те, кто не может делать это либо утром, либо вечером Ну и страшная, конечно, статистика вот за последние дни по утонувшим Есть и взрослые люди, есть и дети Причем дети, как я понимаю, в большинстве случаев это дети, которые без присмотра были на водоемах То есть не было рядом взрослых Либо это места для купания не предназначены, не оборудованы Так ли это? Да, совершенно верно К сожалению, ежегодно у нас с установлением жаркой погоды складывается обстановка тревожная Связанная с гибелью людей на реках и водоемах В текущем году у нас в летний период уже утонул 14 человек В том числе 8 подростков 8? 8 подростков, да Из этих 8 подростков, если нам говорить про возраст несовершеннолетних То у нас было по одному подростку, которым было 8, 11, 12, 15 и 17 лет И 3 ребенка у нас утонуло, которым было по 13 лет 5 несовершеннолетних у нас находилось на водоемах без присмотра взрослых Один ребенок у нас находился под присмотром взрослого лица, но не своего законного представителя И один ребенок у нас находился с мамой, которая не умеет плавать Вот ежегодно эта страшная статистика у нас бывает Вот на что хотелось бы обратить внимание Значит, 3 подростка у нас ушли на водоемы без разрешения родителей То есть либо не сказав о том, куда они пошли Либо сказав, что пошли совершенно в другое место И есть факты, вот когда ребенок находился под присмотром мамы друга, с которым он находился на купании Такие случаи у нас происходят уже тоже не первый год Когда лица, которые присматривают, поясняют, что вот дети находились в поле зрения Рядом с берегом, буквально на несколько секунд вроде бы отвернулись Все, ребенка нет И потом уже, к сожалению, констатируем гибель на водоемах Елена Николаевна, а можно ли сказать, все-таки те территории, где эти несчастные случаи произошли Они насколько оборудованы, скажем так, для отдыха на воде То есть это какие-то места, где официальные пляжи или это все-таки, ну не знаю В большинстве своем у нас практически все случаи Это купание в местах, не оборудованных для купания Один случай у нас допущен в Кирово-Чепельском районе Когда ребенок утонул на городском пляже Три мальчика у нас пришли на городской пляж Двое друзей не купались, один мальчик купался И когда друзья обнаружили, что ребенок из поля зрения пропал Они обратились к спасателям, но, к сожалению, было уже поздно То есть на воде уже ребенка не было, поэтому своевременно спасатели Помочь, оказать помощь не успели, не смогли А можно ли тут как-то сказать, что в принципе, с учетом этого случая, о котором вы говорите Не особо большую роль играет в этом плане То есть оборудован пляж или не оборудован Нет, это, к сожалению, единственный случай, который допущен в том же Кирово-Чепельском районе У нас есть и такой, так скажем, положительный пример Когда и своевременная помощь, и своевременные реанимационные мероприятия Не позволили погибнуть 10-летнему мальчику, который был спасен Направлен в больницу и в настоящее время жив там же, в Кирово-Чепельске Ну, я, насколько понимаю, там это вот тот случай, где просто по случайности Оказалась рядом медицинская сестра, правильно, да? Да, да, да А в большинстве своем это, конечно, купание в необорудованных местах Также для несовершеннолетних это неумение плавать Либо недостаточное умение плавать И отсутствие, к сожалению, это отсутствие должного контроля со стороны взрослых лиц Также хотелось бы обратить внимание, что у нас два ребенка Два ребенка, которые погибли, не купались То есть один ребенок в Подосиновском районе погиб, когда его переносил на плечах старший брат При переходе реки в Брод И в Малмышском районе у нас допущена гибель девочки, которая просто ходила у берега Ходила у берега, провалилась в яму и, к сожалению, спасти ее не удалось Аналогичный случай со взрослым лицом был допущен Вот буквально на днях в Котельническом районе не удалось спасти взрослую женщину Которая ходила по песчаной косе И в связи с этим мы, конечно, ОМВД России по Кировской области напоминает Что необходимо в целях личной безопасности и безопасности своих детей Необходимо избегать купания в незнакомых местах Воздерживаться от купания лицам, которые не умеют плавать Также лицам, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания Либо находятся в состоянии опьянения И особое внимание взрослых лиц мы обращаем на недопущение купания детей без присмотра То есть напоминаем, что родители у нас до 18-летнего возраста Несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей К сожалению, статистика показывает, что даже если вы отпускаете с посторонним взрослым лицом Это не всегда гарантирует благоприятный исход Или если вы не умеете плавать, то позаботьтесь о том Если вы отпускаете ребенка купаться, идете вместе с ним, но плавать не умеете Чтобы рядом были лица, которые в случае, не дай бог, конечно, могут оказать помощь Да, Елена Николаевна, а в такой ситуации, если, например, ребенок еще подросток Но недостаточно взрослый еще То есть не 17, не 16 лет, а лет 12-13 Не очень хорошо плавает и прочее Помогают ли вот эти все, не знаю, там, нарукавники и какие-то и прочие штуки Вот может быть, как-то родителям рекомендовать эти вещи, да, для ребенка всегда захватывать с собой Вот помимо этих вещей, которые, конечно, в случае того, если ребенок недостаточно умеет плавать Недостаточно хорошо держится на воде, нужно позаботиться о каких-то мерах безопасности Все равно мы рекомендуем детей без присмотра на водоемы ни в коем случае не отпускать И кроме этого тщательно контролировать время препровождения детей в период летних каникул Мы напоминаем, что с июля у нас уже начали работу детские загородные оздоровительные лагеря Кроме того, сейчас есть возможность трудоустройства Хотя они еще в недостаточном объеме, но тем не менее уже можно с 14 лет пытаться трудоустроить своего ребенка Поэтому, конечно, дети должны быть заняты И родителям мы также настоятельно рекомендуем проводить беседы со своими детьми О том, что недопустимо уходить без разрешения на водоем То есть вот эта беспечность, она может быть чреват тяжкими последствиями Ну, слушайте, вот все эти профилактические мероприятия, они, конечно, понятны И хорошо, что они проводятся, но тем не менее Просто обычную бытовую жизненную ситуацию мы возьмем Мы все были подростками, мы это помним Родители работают Ребенок-подросток сидит дома, например И вот он родителям говорит Слушай, ну мама, папа, жарко, я пойду с друзьями купаться Родитель, который на работе, он там ребенка запереть в квартире, естественно, не может То есть, скорее всего, все-таки ребята уедут куда-то на водоем Вот как здесь родителю себя вести, то есть что ему ребенку сказать в этот момент Ясно же, что ребята там побегут купаться Он один не будет на берегу сидеть, он тоже вместе со всеми полезет Ну, во-первых, нужно объяснять ребенку, что если он умеет плавать недостаточно хорошо То ни в коем случае нельзя отходить от берега Это во-первых Во-вторых, то, что ребенок думает, что он купался в прошлом году, в позапрошлом году Был с родителями в этом же месте на водоеме Это не гарантирует его безопасности в текущем году Потому что, как показывает практика, люди годами купаются А потом вот наступает какой-то конкретный момент Это не гарантирует безопасности детей Нужно больше разговаривать со своими детьми Нужно объяснять, надо, я не знаю, вот своим детям я объясняю, что это недопустимо Елена Николаевна, а много ли вообще в регионе оборудованных пляжей То есть тех, где дежурят спасатели Где вот есть реальная возможность успеть на помощь человеку Вовремя оказать какие-то реанимационные мероприятия К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить У меня нет статистики Но в целом оборудованный пляж, он все-таки более безопасный Да, да, все-таки присутствие людей, которые могут оказать помощь И могут оказать своевременные реанимационные мероприятия Это все-таки гарантирует нам какую-то безопасность При нахождении на воде Нежели купание в совершенно неприспособленном для этого местах Где гибнут не только дети, но и взрослые лица Спасибо большое Елена Камягина, инспектор отдела по делам несовершеннолетних У МВД России по Кировской области была с нами на связи Мы сейчас сделаем небольшой Не будем делать, хорошо, не будем делать перерыв на анонсы Попробуем еще связаться с двумя нашими экспертами С врачом, который расскажет нам, как себя вести И людям среднего возраста, тем, кто сейчас на работе И перемещается из дома в офис с кондиционером Если повезло, да Как вести себя лицам старше Старше там 60 лет У них дачные участки, да И все сейчас кидаются спасать то, что было посажено весной Поливать это все, да Ну понятно, кто-то успел полить утром, кто-то не успел Бегает по жаре с поливальником Ну вот это не самая хорошая история Да, и плюсом еще мы поговорим о том Как могут сказаться хронические заболевания Как они могут проявить себя в такую погоду Ну и есть еще у нас предупреждение от нашей Госавтоинспекции Совершенно верно, да Вчера было от них сообщение Рекомендуют они все-таки водителям По возможности в такую погоду Постараться воздержаться от поездок Ну, по крайней мере, длительных, да Куда-то, потому что, во-первых, жарко Находиться, может быть, и в машине некомфортно Потому что машина прогрета Во-вторых, вся вот эта вот погода Она и на техническом состоянии автомобиля Тоже может сказаться Не всегда это можно там визуально заметить Да, а вот в процессе эксплуатации Что-то может нехорошее случиться Я все перевариваю статистику 18 подростков 14 Правда, ужасно И я вот, правда, не знаю, сколько у нас в регионе Вот этих оборудованных пляжей Потому что, понятно ведь, если речь идет о какой-то деревеньке Каком-то водоеме рядом с деревней Ну, то есть они там годами все купаются Естественно, там никто никогда об этом не задумывается Конечно, всем поселкам всегда ходили купаться Людмила Макеева с нами на связи Начальник Центра медицинской профилактики Кировской области Людмила Юрьевна, здравствуйте Да, добрый день Добрый день Да, Людмила Юрьевна Скажите, пожалуйста, вот эта вот погода Сейчас 30 с лишним градусов Держится уже не первый день Каким образом она сказывается на состоянии людей? Давайте по возрасту, наверное, распределим Люди среднего возраста, люди старшего возраста Кому тяжелее приходится сейчас? Да, конечно, жаркая погода Это вообще серьезное испытание для любого организма А можно немножечко погромче? Я говорю о том, что жаркая погода вообще является серьезным испытанием для любого организма В первую очередь от нее больше всего страдают именно пожилые люди И лица, у кого есть хронические заболевания То есть мы понимаем, что любое хроническое заболевание Особенно сердечно-сосудистой системы Заболевания легких Даже если им страдает молодой человек Или человек среднего возраста Это заболевание может протекать тяжелее В жаркую погоду Но в первую очередь, да, пожилые люди страдают А как они могут вообще по состоянию своему понять, что что-то с ними происходит не то? То есть давление, да, например, скачет или еще что? У людей, страдающих артериальной гипертензией Проявление может быть в виде гипертонического криза Повышение артериального давления У любого даже здорового человека Повышение давления выше его обычных привычных цифр Может ощущаться им уже некомфортно Это может проявляться повышенным потоотделением Усиленным сердцебиением Слабостью, головокружением Днем это может быть сонливостью Ночью, наоборот, нарушение сна У многих ухудшается аппетит Появляется сильная жажда Может быть, в тяжелых случаях Это может быть даже спутанность сознания У кого-то нарушение сознания, такие как обмороки Это общие признаки для разных заболеваний Которые могут появляться в жаркую погоду Ну и плюс, конечно, каждое конкретное заболевание Например, бронхиальная астма Может проявиться ухудшением самочувствия В виде учащения приступов этого заболевания И тут уже любой человек, знающий, что у него есть хроническое заболевание Должен обсудить это со своим лечащим врачом Какое именно ухудшение самочувствия Должно вызвать настороженность На что в первую очередь нужно обратить внимание При каждом заболевании Есть определенные индивидуальные признаки А если вот не о заболеваниях говорить А вот солнечный удар, тепловой удар Как тоже понять Во-первых, да, как себя обезопасить Во-вторых, да, как понять, что тебе плохо Что делать в этот момент Если ты успеешь хоть что-то сделать И что делать тем, кто рядом с тобой Ну давайте сначала поговорим О признаках теплового удара А потом уже о том, как себя от этого обезопасить Вот те общие признаки нарушения самочувствия Которые я уже перечислила Это именно и есть проявление теплового удара Слабость, головокружение, потоотделение Может быть небольшая спутанность сознания Если человек начинает это чувствовать И он находится один Ему нужно сразу же обратиться за помощью Если это на улице То выйти в людное место Желательно, чтобы это было в тени Небольшими глотками выпить воды И понаблюдать за собой Если улучшения самочувствия нет И человек чувствует, что наоборот Слабость усиливается Уже льет просто ручьем То естественно помощь Должна быть вызвана скорая помощь То есть к любому прохожему Можно обратиться с просьбой Сказать мне плохо, пожалуйста, помогите Да, чтобы не находиться одному Это очень важно Потому что если наступит такое замутнение сознания И человек не сможет уже сам адекватно оценить Вот эти признаки начинающегося теплового удара Важно, чтобы посторонний обратил внимание Даже сидящий человек начнет заваливаться вбок или назад У него опускается голова, закрываются веки По движению грудной клетки понятно, как учащается дыхание То есть вот такие признаки должны насторожить Прохожего Да, прохожего Или, например, если это люди на автобусной остановке Сидят рядом Не надо оставаться безучастным Лучше обратиться к этому человеку Начать с ним разговаривать Спросить про самочувствие И если ответов на вопросы нет, то медлить не надо Насколько вообще опасны такие состояния? В зависимости от того, говорим мы о полностью здоровом человеке Или пожилом, у кого уже есть хронические заболевания Опасность теплового удара может быть разной Но даже если заболеваний нет и возраст молодой Это не значит, что нужно смотреть на доску из пальца Это опасно Людмила Юрьевна, скажите, пожалуйста Правильно ли я понимаю, что в такую погоду Людям вообще, которые по городу передвигаются сейчас В общественном транспорте ездят Хорошо бы с собой иметь, я не знаю, бутылку с водой, условно говоря Чтобы постоянно иметь возможность маленькими глоточками как-то отпивать Вы абсолютно правы Я ношу с собой маленькую бутылочку с водой Вот просто, чтобы она была И на самом деле, когда эта вода заканчивается В любом сейчас магазине, даже в аптеке Небольшая бутылочка Продается все это, можно купить Лучше, чтобы это было Если даже самому человеку не захочется пить То вот так помочь прохожему где-то Предложите пить небольшой глоток Это важно Еще смотрите, вот какая история Сейчас нам и по телевидению показывают Я смотрела, да, вчера новости с юга России Где 43 градуса То есть 34, это еще не так страшно в сравнении с 43 Вот Естественно, делают большую выручку вот эти вот киоски Которые торгуют мороженым и прочее Вот если ты заходишь в магазин сейчас в жару, да И ты хочешь купить воду Все-таки воду лучше выбирать такой комнатной температуры Или из холодильника Вот вода из холодильника, если ты перегрет, наверное, не самая хорошая история Сладкая, возможно, или наоборот Сладкая или без сахара, да, вот как Играет вообще какую-то роль? Естественно, да, играет Холодная вода может привести к спазму сосудов И к тому же человеку, кто уже страдает с лично сосудистыми заболеваниями Наоборот, вызвать ухудшение состояния Я не говорю уже о том, что при питье обильном холодной воды Повышается риск простудных заболеваний Если мы говорим о сладких напитках, о мороженом, молочных коктейлях Они ведь только временно гасят эту жажду А впоследствии уже через полчаса или даже меньше промежуток времени Могут вызвать ее усиление Поэтому предпочтение вообще лучше отдавать простой воде Она может быть комнатной температуры, даже теплой Это может быть некрепкий чай, лучше без сахара Какие-то ягодные морсы, компоты несладкие опять же Такие напитки лучше утоляют жажду И в то же время не содержат в себе для кого-то важных дополнительных калорий И впоследствии не вызывают чувство сухости во рту И попытку снова попить Потому что слишком обильное питье воды Более 3-4 литров в день Это ведь тоже опасно Это может вызвать нарушение водно-солевого баланса Концентрация таких элементов в крови, как натрий, калий Она становится ниже А это уже ухудшает вообще работоспособность организма Возрастает нагрузка на сердце, сосуды Поэтому пить нужно по потребности, достаточно Ну вот 2 литра в день, говорили, для взрослого человека Этого достаточно? Это нормально так, 2 литра в день? Это такая очень усредненная норма Конечно, мы все разные массы, да, даже вот если Да, мы все разные Мы все разной активности То есть человек, который весь день находится в помещении, в прохладном Ему требуется меньше воды Тот, кто работает на улице, на жаре, много ходит пешком Имеет больший вес, ему тоже, соответственно, больше Больше воды Надо прислушиваться к своему организму и пить по потребности Первая помощь, если заметили вот там же где-то на остановке, на улице, что человеку стало плохо Вызвали скорую помощь, можно ли предпринять какие-то действия, облегчить состояние до приезда бригады? До приезда скорой помощи Ну, желательно человека переместить в тень, если он где-то находится на открытом солнце Если есть возможность, если душное помещение, есть возможность выйти на улицу Так, чтобы быть в тени и в то же время на небольшом сквозняке То есть это тоже хорошо Человек, с ним желательно разговаривать Давайте пить воду небольшими глотками Никакие лекарства, ничего до приезда скорой помощи давать не нужно Если у человека тесная одежда То есть вы видите, что затруднено дыхание тесным воротничком Каким-то шарфом, галстуком Это все желательно расстегнуть, освободить Вообще сейчас желательно носить светлую, легкую, просторную одежду из натуральных тканей Но не все это соблюдают То есть освобождаем, чтобы человеку было проще дышать И если дополнительно, например, на пожилых людях может быть надета какая-то куртка Ее вообще можно снять полоски Вот, если возможности переместиться в тень нет То голову человека лучше защитить каким-то головным убором, если его нет Кепкой, панамой, шляпой Газетой, в конце концов, да, можно просто там прикрыть? Да, просто прикрыть всем, чем есть Для того, чтобы предотвратить вот это дальнейшее развитие теплового удара Спасибо большое, Людмила Юрьевна Это была Людмила Мокеева, начальник Центра медицинской профилактики Кировской области Мы прервемся на небольшую паузу После продолжим говорить о том, как справляться с жарой И как вести себя водителем в такое время Программа «Дневной разворот» продолжается Дарита Пузли, Ивана Лапшина Мы говорим о 30-градусной жаре в Кирове Которая сейчас, ну, вносит свои коррективы в нашу жизнь Так или иначе Да, вы, кстати, можете рассказать, какие коррективы в вашу жизнь внесла жара 8909-720-101-0 Вазап, Вайбер Пишите, рассказывайте Ну, кстати, я тоже тут подумала, 30 градусов Это на самом деле ведь не так и много Я просто вспоминаю легендарный 2010 год Когда очень долго было и очень жарко А я вот в Кирове не была в то время В Кирове самая высокая температура, которая была летом 2010-го 35-36 Я не помню, но видишь, в Кирове Вот я недавно у ребят любительской метеорологии Я читала, они там объясняли, почему, собственно, в Кирове так плохо переносится жара Это как-то связано с прохождением точки Росы В общем, там сложные вот эти все терминологии То есть на самом деле вот кировские вот эти 30 градусов Это не так и мало То есть может быть в абсолютных цифрах 30 градусов здесь и где-нибудь 43 В Краснодарском крае кажется, что должно быть хуже Хотя в Краснодарском крае тоже в зависимости от того, какой город То есть либо на побережье Есть влажность или нет влажности? Потому что в самом Краснодаре на самом деле ужасно То есть ты выходишь из автобуса и там вот так вот рябит воздух То есть настолько жарко А в 2010 году в Анапе плавилась взлетно-посадочная полоса И самолеты Фестиваль на тот момент проходил на Черноморском побережье И Кубана, и артисты, которые прибывали самолетом в Анапу Самолеты разворачивали, отправляли в Краснодар Потому что вот взлетка поплыла То есть настолько было жарко Поэтому то, что сейчас, наверное, в Кирове происходит Зря мы жалуемся Но, тем не менее, на Южном Урале На трассе М5 Я не помню, что это за трасса Урал, да? Это Екатеринбург, что-то там Я сейчас не скажу тебе Запретили проезд большегрузов по трассе тоже из-за жары Ну, потому что асфальт слишком мягкий, да? Добрый день Добрый день Да, это Мария Шиляева, я так понимаю, с нами на связи Да Да, заместитель начальника отдела Пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Кировской области Мария, да, здравствуйте еще раз Мария, вчера ваше управление Разослало, ну, некое предупреждение водителям, да О том, что лучше отказаться от управления транспортом В состоянии утомления в жаркую погоду Поскольку, поскольку с установлением жаркой погоды Увеличивается риск ДТП Да, совершенно верно Только мы говорили не о том, что лучше отказаться О том, что лучше соблюдать меры определенной безопасности Потому что вот в условиях установившейся этой жаркой погоды Ухудшается самочувствие И увеличивается время реакции у всех И у водителей, и у пешеходов То есть у всех участников дорожного движения Поэтому вот в этот период Нужно быть предельно внимательными Осторожными Внимание водителям заостряем на том, чтобы они соблюдали Оптимальный скоростной режим, который позволял бы им держать транспортное средство Под постоянным контролем Ну и, конечно же, говорим о том, чтобы они ни в коем случае Не садились за руль в утомленном состоянии О том, что это может привести как раз к дорожно-транспортному происшествию Ну и пешеходам тоже при переходе проезжей части Нужно быть внимательным Еще раз напоминаем, что пешеходный переход Это не зона свободного гуляния, так скажем А это все-таки проезжая часть тоже И прежде чем начать переход проезжей части Нужно убедиться, что он действительно безопасный Желательно убрать все гаджеты Внимательно следить за ситуацией над дорогой Если вы видите, что водители вас видят и пропускают Только после этого начать переход проезжей части Мария, я вот тоже вчера видела Вот этот пресс-релиз И там была информация Еще упоминали о том, что вот в жару Люди становятся часто раздражительными, агрессивными Действительно вот это вот так Жара влияет на водителей Что у нас с бежливостью на дорогах? Да, то есть жара действительно, как я уже сказала Влияет на всех участников дорожного движения Все мы с вами люди У нас у всех схожие организмы, так скажем Реагируют на жару Кто-то агрессивно реагирует Кто-то, наоборот, вялым очень становится Поэтому вот как еще раз одно предупреждение Если вы себя плохо чувствуете Здорово стараемся не садиться Если мы все-таки решили куда-то поехать Обязательно следите за температурным режимом в салоне автомобиля То есть температура должна быть оптимальной Если у вас есть кондиционер, это очень здорово Увлекаться кондиционером не нужно Потому что кондиционеры тоже бывают опасны Система охлаждения у нас сушит воздух Забирает из него кислород Что ведет еще к большему утомлению водителя Поэтому долго использовать кондиционер Тоже не рекомендуется Но и температура в салоне и за окном автомобиля Разница не должна превышать 5-7 градусов Насчет агрессивного вождения Но здесь про всех тоже говорить нельзя Но могу вам, вот обращаясь к статистике Мы можем сказать, что у нас ненамного в июле месяца У нас достаточно жарко Но возросло количество аварий Буквально в абсолютных цифрах на 6 ДТП То есть если в прошлом году у нас за начало июля Было 41 ДТП в Кировской области Сейчас у нас 47 ДТП Сказать, что идет всплеск аварийности Нет, всплеск агрессивного вождения Тоже не можем сказать Но внимательнее необходимо быть Если вы планируете какие-то длительные поездки Например, да, то есть многие отправляют нас путешествовать То лучше всего выезжать пораньше утром Когда солнце еще не стало Или оно не такое агрессивное Или после захода солнца И дороги пустые в это время Да, и дороги тоже пустые Но еще хотелось добавить Конечно же, обращайте внимание На техническое состояние автомобиля Автомобиль должен быть исправен Потому что жара влияет у нас Не только на человеческий организм Но, к сожалению, на некоторые технические составляющие Наших транспортных средств Обязательно проверьте датчики Включения вентилятора, термостата Они должны идеально у нас функционировать Обязательно посмотрите радиатор На наличие, например, посторонних предметов Пыль, пух, чтобы, не дай бог, не затынился у вас Двигатели, ничего такого у вас не было Обязательно проверьте тормозную систему Которая тоже может подвергаться каким-то сбоям Жаркую погоду В общем, прежде чем начать путешествие Длительно обязательно проверьте Техническое состояние Записите с водой И транспортное средство И водитель должен быть в нормальном состоянии Мария, вот смотрите Зимой часто ГИБДД Публикуете разные истории О том, как спасают водителей Тех, кто где-то отказал Там двигатель на трассе В холодную погоду А вот когда жаркая погода Как-то приходится выручать Тоже, я не знаю, там водителей на трассе Привозить воду Эвакуировать их куда-то в более Прохладное место, не знаю Или летом не бывает таких проблем Да, мы готовы оказать помощь Водитель в любой ситуации Неважно, в жаркую погоду В холодную погоду Заблудился водитель Может быть, пешеход растерялся Где-то ребенок получил травму То есть сотрудники госинспекции Всегда готовы оказать помощь И у нас были такие случаи в прошлые годы Жаркие, когда у нас были периоды времени Так скажем, летом То есть мы водителями раздавали воду В том числе И смотрели за самочувствием И, допустим, водителям-дальнобойщикам Тоже проверяли их самочувствие Все ли у них хорошо В этом году Вот за эти несколько дней жары У нас еще пока никаких преседентов не было Чтобы водителям где-то там стало плохо, например Или какая-то помощь потребовалась Пока нету Но если будут, мы обязательно вам расскажем Еще, Мария, такой вопрос Все-таки вот мы все участники Дорожного движения, понятно Те, кто водители Например, в городе видят, что Машина в соседнем ряду Ведет себя как-то, может быть, не совсем адекватно В этот момент, естественно, надо, наверное, как-то Ну, либо самому убедиться, что там с водителем все в порядке Либо, не знаю, там позвонить, может быть, в дежурную часть Потому что, ну, вот есть люди, которые Мы всегда говорим о том, что если вы заметили какое-то правонарушение Или какой-то инцидент на дороге И видите, что человеку стало плохо Звоните обязательно в полицию Можете звонить на единый телефон В единую службу 112 Можете позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции 58 88 88 Ну, или вы можете обратиться К любому полицейскому, которого вы увидите Ну, в городе Или непосредственно к наряду Дорожной патрульной службы Спасибо большое Мария Шиляева, заместитель начальника отдела Пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Кировской области Была с нами на связи Я тут просто посмотрела В каких еще регионах Очень жарко Мне кажется, во всех Да Ну, вот в Оренбурге, например, пишут даже Что жара мешала школьникам сдавать ЕГЭ Потому что не все аудитории оказались оборудованы Кондиционерами, вентиляторами Ну, вплоть до того, что Детям становилось плохо прям в аудитории Их приходилось выводить из кабинетов Медикам, оказывать им какую-то помощь При этом некоторые ребята Хотя, насколько я понимаю То есть это не обязательно А по желанию Кто-то сидел еще и в масках И в перчатках В общем Я не знаю, как в таких условиях В принципе, можно сдавать что-то Некомфорта добавляет Да, в Ульяновской области Вот вообще уже 40-градусные температуры Дневные часы Да, то есть там совсем, видимо, все очень плохо Я не знаю, вот ты как в таких ситуациях спасаешься? Ну, я стараюсь просто поменьше перемещаться на улице И побольше находиться в тех помещениях, где есть кондиционер И вообще там, я не знаю, толстые стены какие-то, например Если нет кондиционера, то, конечно же, открытые окна Я полностью там поддерживаю то, что говорила Мария Шеляева И то, что написано в релизе Нужно соблюдать и следить за температурой комфорта в салоне Потому что после рабочего дня Все мы едем с работы Если в машине нет кондиционера Машина весь день простояла на солнце Это, конечно, невозможно То есть ты садишься в машину Там такая нагретая консервная банка Ну, вот просто я говорю то, о чем я рассказывала в самом начале Я ехала с утра в автобусе Потому что даже такси, к сожалению, вызвать невозможно То есть я бы с удовольствием уехала на такси Да, побыстрее и менее жарко Но нет, никто не едет И вот я еду в этом автобусе И тоже задумалась о том, что вот если в машине нет там ни климат-контроля Ни кондиционера Как вообще в таких условиях можно анализировать ситуацию на дороге И вообще что-то соображать? В таких условиях вообще изначально, мне кажется Не надо начинать движение сразу То есть все-таки надо, наверное, ну, не знаю, там Открыть окна, да, подождать немножечко Потому что даже к рулю притрагиваться Если машина весь день стояла на солнце Страшно, потому что он горячий, он накаленный И в этот момент, если у тебя нет перчаток Ты на дороге, естественно, там, да Не можешь себя вести совсем адекватно 30 градусов жары Пожалуйста, если вы едете на водоемы Еще куда-то соблюдайте меры предосторожности Первый час разворота мы с Дарей завершаем Через 20 минут вернемся с кинотеатрами Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА